всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут катя вас очень рада здесь видите сегодня хочу вам показать свои покупки небольшие за месяц феврале подарок и одну начатую работу от джесна я вышивала это место всего два дня поэтому то есть даже два вечера по пару часов спасибо конечно работе за это но я надеюсь в марте все наверстаю поэтому меня особо нет результатах вышивали не особо вообще нет и буду показывать покупки хотя я вообще не люблю показывать снимайте покупки на купила и купила а у других людей люблю смотреть и чтобы как-то разобрать разнообразить контент на своем вышивальном канале я решила показать ниточки ниточки и схемы и всякие другие вкусняшки в общем если вам интересно то конечно оставайтесь смотреть мне будет очень приятно покажу вам спонтанную покупку которая просто попала мне прямо в сердце у меня был отвал башки и я билась в конвульсии когда я увидел этот сюжет что он продается до сих пор и я вообще там плясала просто в магазине это потала это вот такой джаз нэн ролл осенний почему он я в том что я пошла в свой любимый магазин не была возможность поехать туда вот так он называется не дал и на хейсток иголка в стоге сена кстати тут цена тоже написано и я хотела чтобы себе купить но ничего не могла найти вообще мне ничего не нравилось я засняла видео когда уже собиралась уходить девчонкам для инстаграм чтобы показать что там есть хотя бы одну полочку со схемами и тут я уже ухожу и напоминаю что это целый час провела в магазине рысская в поисках чего-то интересного для себя и я увидела вот так вот вверх сначала джаз нэн и листочки я не фанат джаз нэн но мне нравятся некоторые схемы мне нравится все что связано с хэллоуином и парочка таких цветочных дизайнов я увидела тролл я давно на него смотрела и мне хотелось его купить но почему-то все это дело я откладывала не знаю зачем или чего этот ролл уже снят с производства хотя он изготовлен тысячи девятнадцатом году но 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 снят с производства здесь у нас вот такой эмбелишмент джаз нэн сняла все схемы с производства где был эмбелишмент пак какие такие железячки так как производство в китае накрылась поэтому все она на пенсию до прямая уходит больше такой красоты не будет ролл я когда увидела я не могла оторвать просто взгляд от этого чучела такой милой то степечка и решающим было это вот это конечно пуговка заклепка вот с виноградом лучше интересно вообще я кстати не любитель мышек но мне нравится парочка хэллоуинских мышек и кстати там видела еще больше но я не стала покупать думаю мне одной хватит они малюсенькие я так понимаю совсем маленькие малипусенькие и пусть будет у меня одна куда же мне их девать кстати в наборе вот не идет вот этот такая белая нитка которая жесткая у меня ее нет не знаю где взять потому что обычно будет наверное мелковато если кто-то знает кто вышел этих подскажите пожалуйста какой какую нитку мне взять вот такой классный ролл должен получиться здесь нас также идет по ключу нитки dmc и одна нитка в xd works которую я не купила я пришла в магазин увидела этот сюжет и просто побежала как сумасшедшая к кассе только за счет не увидела когда смотрела эту схему что здесь идет у нас 1 в xd works и я ее поехала и купила вот так она выглядит красивая с переходами вышивается кстати много где схеме красивая и вышивается вся вот это обводка какие-то еще части ой не могу счастью моему просто нет пределам я еще там также нашла признать был мой день такая ткань отдельно в которой они нарезали продаватель для вот этих роллов xd works вот цвет грейпо из 300 каунт для мышки такая малепасенькая мышка будет вообще миниатюрная боюсь кстати вышивать это будет первая моя ткань от xd works и винтаж мука 300 аккаунт не потеряла вот эту наклейку где-то сумки и вот там вот у меня такая красоте очень хочу вышивать я либо начну сейчас я как раз очень давно хотела начать чего-нибудь осеннее потому что у меня дома стоят тыквы до сих пор и я на них смотрю и думаю что-то хочется такого не вышивается поэтому либо начну сейчас либо от летом либо к осени ближе также в своем видео я увидела вот такое кольцо я снимала видео с этого магазина и вспомнила что я очень хотел это кольцо но почему-то его не купила и я о нем грезла полгода пока опять я думаю полечу сан-франциско вот точно не будет кто-нибудь докупит и я тем более он стоил аксидаши текетку еще три доллара и я так его хотела мне так нравится это кольцо для ниток сюда вешать но также конечно сюда можно и навесить ключи но я буду только нитки вешать вот эти замечательные эмбелошменты они такие классные такое привидение какая у меня была радость когда я увидела что этот эти штучки до сих пор находятся там лежат у кассы я схватила и все и там дальше как в тумане замечательные замечательные штуковины в общем у меня просто радости полные штаны ребята вот только знали как я счастлива что у меня просто нет слов вот надеюсь буду отшивать и пораду у вас также своим отшивом боюсь собирать ее мне кажется здесь будет достаточно проблематично но не знаю надо попробовать напишите кто кстати вышивал мышек и его такой ролл я видела люда крустить вышивала ровно она еще его не собирала вот мне интересно кто собирал интересно посмотреть что получится перед вами межит сэмплер он без карли хаос который называется семь овец сэмплер покажу вам его поближе потрясающая очаровательная девчушка она такая милая знаете у них прическа такая же как я обычно дома хожу с таким куклем вот такой сэмплер я кстати его вам показывала в своих предыдущих видео я к нему собрала материалы и дайте покажу что здесь шло здесь у нас идет сороковой каунт льна который к сожалению же конечно снят с производства также идет у нас шелк глориана димси либо джентл арт на выбор я взяла джентл арт потому что в димси не будет видно переходов глориана некоторые оттенки мне вообще не найти также они стоят очень дорого я подумала что джентл арт это будет как раз таки оптимальный такой вариант и на самом деле не очень дорого стоит но не знаю просто мне было лень искать и ждать три месяца я три месяца потратила чтобы собрать все нитки и то не всех не все нашла поэтому джентл арт был просто вообще то что доктор прописал и собственно говоря я купила джентл арт давайте начнем все показывать сельна это такой сороковой каунт light mocha 18 на 27 отрезок newcastle linen он очень большой он знаете для небольшого роста как половина меня действительно я не шучу он просто огромный даже не знаю насколько большая будет работа точнее я знаю по размерам действия написано но просто это не представляю что можно вот это у меня дома все это повесить конечно большой отрезочек такой немаленькие нитки нитки здесь конечно очень красивые давайте начну показывать так д джентл арт dark chocolate нерни будет читать и название и номера говорите так все понятно а может скажу я думаю когда буду вышивать и центр я покажу вам и сравню нитки dmc с нитками джентл арт может будет кому-то интересно и полезно пока таких больших переходов я не вижу цвета конечно очень красивая рост маршмеллоу совсем немного видим переход вот здесь в свете и дубе здесь просто вообще переход так переход какой яркий переход не знаю как получится надеть этот цвет пола в платье участвуют девушки я надеюсь будет выглядеть симпатично вот это мой любимый цвет будет trail почему любимый потому что здесь просто невероятные переходы такие красивые цвет такой прям лесной для меня здоровски вот как можно такой красивый цвет сделать бренди он немного желтым он дает но он по золотее выглядит по желте и что ли по оранжевее также оникс видите на некоторых нитках переход совсем практически и незаметен forest glade который мне вообще было никак не найти ему аналог 936 в димси я уже думала брать димси но потом нашла этот цвет и была несказанно рада пикник баскет тоже такой шоколадный оттенок симпатичный цвет вот этот вообще было нигде и найти клубничку нашу еще малинку это самый яркий цвет здесь и он будет красиво выделяться ему выживаются все цветочки и вот такой цвет очень светлый отмил практически белый льняной мне кажется ему очень хорошо она подходит 38 65 димси это центр я хочу начать тоже в этом году весной хочу весной начать не знаю как получится мне кажется вот эти цвета будет очень красиво смотреться просто невероятно на этом отрезке сначала думала взять потемнее и с переходами но Лена Ветрова наш гуру вышивальный в примитивах и сэмплер меня переубедила я решила взять однотонный такой цвет ну классно должно получиться это конечно часть моя любимая я вообще думала в начале что не хочу вышивать вот эту надпись потом что нибудь уберу здесь еще обрежу и будет у меня такой небольшой сэмплер тоже кстати очень красиво выглядит но решила оставить так как есть вот это интересная тоже надпись но тут я думала изменить на свои инициалы хотя я Екатерина краски ей подходят эту локовку поменять надо бы и здесь немножко изменить даты но решила оставить все как есть все таки это задумка была автором напоминаю что вот эти сэмплеры есть еще один покажу вам вы можете не помните на своем видео они все сделаны как репродукция такой школьный сэмплер здесь мне очень нравится очень вот это дерево я всегда его смотрю но дерево это просто моя любовь я бы только к дереву вышла и была бы счастлива интересные такие сэмплеры мне уже не терпится начать у меня руки чешутся а времени нет видите даже вышивка иногда снится настолько я прям аддиктат вообще к ней больна вот и и и подарочек который мне подарила моя подписчица знаете это так приятно это просто невероятно когда тебе дарят подарки а еще какую-то мечту маленькую твою исполняет я могу себе купить абсолютно любой набор который есть в наличии за любую сумму и в принципе ну да за любую сумму если захочу но наборы которые сняты из производства конечных уже никак не купишь и вот этот набор я просто обожаю я так его хотела так его хотела просто мечтала собирала нитки и собиралась вышивать в этом году подбором но к сожалению у меня же не все нитки собраны и имя мне сказала что он у них переиздался в украине она мне его подарила притом я не знала что конечно же они будут его отсылать уже потом узнала замечательный сюжет здесь смотрите три палетки ниток я так понимаю будет нелегкая работа но набор просто шикарный прям утюг-пути естественно я его лицетворяю собой маленькой классный сюжет хочу вышивать его в сп голд петит от кростич люда но не знаем получится либо нет может перенесу его на зиму потому что слишком уже много начато ну и конечно же открыточки куда же без открыточек это вообще такая милота они стоят у меня на столе вам принесла показать вдруг он тоже интересно вот это кстати сюжет я тоже буду вышивать в конце лета планирую это войсов шепард схема от баттер над рот я кстати вышивала на основе винтаж кантри мока очень красиво получилось но я буду вышивать на цвете сырого льна мне кажется на шоколадном оттенке тоже было бы классно хотя может немного сливалось бы красиво очень классный сюжет спасибо тебе большое я просто я плакать на самом деле я плакала и мне так приятно что кто-то исполняет мои мечты спасибо тебе большое мне очень 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 приятно обнимаю сайте миллион воздушных поцелуйчиков и спасибо спасибо большое обязательно до всего до К сожалению, она уже давным-давно снята с производства, в 1994 году, и этот буклет найти невозможно, но если кто-то находил, то, конечно, классно, я вам завидую, но я его не нашла, также эмбелошмент, конечно, вообще нереально найти, почему этот сюжет, так как я увидела его в магазине, мне понравился, я посмотрела, что он оказался таким-то несложным, относительно более-менее, я думаю, дай-ка я его тоже выищу, тем более там красивые ниточки шли по ключу, я думаю, надо брать, так, давайте я вам покажу очень кратко, потому что я снимаю отдельное видео вышивальную неделю с этим процессом, который я начала и через 2 недели продолжу, покажу вам сейчас, что у меня есть, это вот такая красота, здесь у нас идет основа 28 кашель, камео роуз, который снят уже с производства, к сожалению, цвет на самом деле немного четко не передается, он чуть-чуть порозовее, чем вы сейчас можете видеть, очень красиво получается, мне нравится, здесь я, конечно, делала свои замены, это все необходимые материалы, которые нам нужны по ключу, нитки DMC, перле, Karen Water Lilies и также Embellishment Pack, ну и можно выбрать, было основу 28-й, либо 32-й каунт, я выбрала 28-й, здесь у нас все пролагающие инструкции, и я не пожалела, потому что нитка перле, с которой я работала впервые, изрядно потрепала нервы, как видите, я здесь не закончила ряд, потому что не знаю, что с ним делать, я немного модифицировала эту работу, здесь сначала покажу нитки, я храню все, конечно, в такой коробке, я вообще-то человек коробка, это перлен номер 12, экрю, забавно было ей вышивать, она такая интересная, красивая нитка, мой любимый цвет, который я просто вообще жду и дождусь, когда уже буду вышивать, это Karen Water Lilies, Pistachio Nut, цвет, цвет офигенный, очень красивый, я даже тут не знаю, при том, что так интересно, что мне вроде нужно будет по ключу вышить, вот эта гусеница, я сейчас вышиваю, здесь только пару крестиков, вот эта нитка, зачем она такая нужна, почему нельзя было заменить на что-нибудь другое, непонятно, но она такая приятная, так хочется ее в руке мотать, она такая классная, теперь мне захотелось что-нибудь вышить, где есть эти нитки, не знаю, в Миробилих они используются часто, нитки DMC и также бисер, насчет бисера я подумала заменять, не заменять, у меня есть разные, ну в смысле заменять, просто, у меня же нет бисера милки, который используется в частных наборах, поэтому я беру на глаз и на свой вкус, бисер, который здесь будет использоваться, здесь всего два цвета бисера, три, точнее, я взяла бисер Mill Hill, это вот такой аппетит, и обычный я взяла, конечно же, обычный, я вышла сначала аппетит и обычный, и посмотрела, что обычный будет выглядеть симпатичнее, кстати, я видела, как живой выглядит цеплер, я, конечно, оставлю картинки и видео покажу, и бисер идентичный, так что я не прогадала, вот этот я еще не выбрала, та-та-та-та-та-та, руки-крюки, из этих я еще не выбрала, какой бы мне взять, И также у нас будет еще голубой бисер использоваться, либо синий, здесь я тоже еще думаю, либо вот такой цвет, либо вот такой синий с розовыми фиолетовыми отблесками. Это все очень красивые, вот, кто будет вышивать этот эмплер, делюсь своим подбором. Ну, конечно, такой подбор еще окончательно не решила, посмотрим, что получится. Здесь я вышла бабочек, первый ряд, начала второй вышивать ряд, третий, четвертый и саму гусеничку. Здесь у нас всего 9 рядов, поэтому я думаю, я за два дня быстро с ней справлюсь, лишь бы время было. Меня просто раздражают вот эти стежки, но я сначала их вышивала, потом распускала, потом опять вышивала, распускала. Я решила, что пусть будет так, как будет, уже ничего лучше я уже не сделаю, поэтому я успокоилась. И оставила так, это дошью чуть-чуть попозже. Да, вот такая работа у меня получается. Мне нравится, скажите. Как вам? Очень красиво так листочки передаются. Мне кажется, это, кстати, на лилии похоже. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok